Какова ситуация в экономике? В правительстве подвели промежуточные итоги за 9 месяцев текущего года. По основным показателям, динамика положительная. Выросли объемы производства, данные по экспорту и импорту тоже в плюсе. Как следствие, рост отчислений в госбюджет при сокращении его расходов. Однако ситуация в экономике пока остается сложной. Главное, констатировали в правительстве, все социальные обязательства – это пособия, зарплаты и пенсии государства выполняет в полном объеме. Обо всем подробнее Лидия Салкутсан. Ситуация в экономике постепенно налаживается. Основные макроэкономические показатели показывают рост, наблюдается улучшение деловой активности. Совсем иной ситуация была на начало года. Руководство страны приняло экономику с существенными дисбалансами. Дефицит бюджета, сложность ситуации на валютном рынке, кризис в банковской системе. И по линии правительства, и по линии Центрального банка прежде всего был предпринят комплекс мер. Эти меры продолжают носить как срочный характер, то есть меры оперативные, так и начать ряд структурных реформ в экономике, эффект которых, конечно, мы ожидаем в среднесрочной перспективе. Изделия из металла, продовольственные товары, машиностроительная продукция, товары легкой промышленности – это те позиции, по которым рост экспорта увеличился. Показатели импорта также в плюсе за счет большого объема поставок сырья и материалов для приднестровских производителей. В целом, с января по сентябрь текущего года объемы промышленного производства увеличились на 11%. Спад отмечается только в полиграфии и в электроэнергетическом комплексе. Выработка электроэнергии сократилась на 22%. Причина – приостановка ее экспорта в Республику Молдова в апреле-май и последующее снижение контрактной цены. Таким образом, можно говорить о том, что в большинстве отраслей индустриального комплекса фиксируется положительная динамика промышленного производства, что отчасти объясняется положительным ценовым фактором по подавляющему большинству отраслей промышленности, ну и кроме того, реализация на государственном уровне определенных мер поддержки отечественных товаропроизводителей. Однако ситуация с ценами остается острой. Инфляция по итогам 9 месяцев – 8,6%. Значительно подорожали продукты питания. Правда, здесь сыграл фактор сезонности. Отмечается рост цен и на медикаменты. Этот вопрос на особом контроле в правительстве. Уже сформирован список из 100 жизненно важных препаратов. На них цены будут фиксированы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова